Друзья, всем большой привет! Представляю вашему вниманию воспоминания советского лётчика-испытателя, в которых он расскажет об испытаниях необычных самолётов Ка-12 и половину блина Бич-14. Желаю вам приятного прослушивания. Также в закреплённом комментарии вы найдёте ссылки на другие ролики, в которых он рассказывает об испытаниях необычной техники. Константин Алексеевич Калинин, конструктор широко эксплуатировавшегося в гражданской авиации пассажирского самолёта Ка-5, создал бесхвостый средний бомбардировщик ВС-2. В декабре 1936 года машина поступила в НИИ ВВС. Испытывать её поручили мне. Самолёт имел параболическое крыло. Посередине его располагался фюзеляж. Здесь размещались пилотская кабина и отсеки для бомб. На концах фюзеляжа находились турели с пулемётами для штурмана и заднего стрелка. Силовую установку составляли два мотора М-22. Элероны и рули глубины располагались в одну линию по задней кромке крыла. Кили и рули поворота были смонтированы на консолях. Шасси убирались в гондолы. «Я обстоятельно ознакомился с конструкцией самолёта. Освоился с рабочим местом. Потом спросил у заводского лётчика об особенностях его пилотирования. «Всё, как на обычном самолёте», — ответил он. День испытаний выдался облачным. Дул сильный и порывистый ветер. Но поскольку машина уже не раз бывала в воздухе, решил вылетать. На взлёте самолёт действительно вёл себя как обычный. Набрал 50 метров высоты. Порыв бокового ветра создал небольшой левый крен. Плавненько, как и следует в подобных случаях, поворачиваю штурвал вправо. Вопреки всяким законам крен увеличивается. Не понимая, в чём дело, чисто механически подаю рули в противоположную сторону. Самолёт входит в левый вираж с креном градусов в 40. «Отказало управление», — мелькнула догадка. «Нужно немедленно садиться». Одним намётанным взглядом окидываю местность по курсу. Впереди усеянное пнями и кочками болото. За ним густой лес. Изо всех сил удерживаю рули. Самолёт замыкает круг. Новый порыв ветра. Машина начинает разгуливать. Амплитуда нырков и подскоков ощутимая. От 1 до 50 метров. Рулей вовсе не слушается. Положение складывается не из приятных. Трагикомедия какая-то, как у кинокомика Монти Бэнкса в летающем счастье. С той лишь разницей, что актёр не был лётчиком и, попадая в какую-нибудь сложную ситуацию, немедленно раскрывал инструкции. Но ведь я-то лётчик. Лётчик-испытатель. Облетал 69 самолётов различных типов. За плечами у меня 2500 часов налёта. Около 7000 посадок. Вот же катавасия. Нет, никакого страха я не испытываю. Только злюсь на себя и на самолёт. Да и какой это к чёрту самолёт? Крутит себе второй вираж, словно нет на нём ни рулей, ни лётчика. Хватит с меня. За два виража сильный ветер снёс машину в район взлёта. Впереди вижу ровную площадку. Надо садиться, если даже случится авария. В конце третьего виража немного убавляю обороты одного из моторов. Крен уменьшается до 20 градусов. Когда самолёт развернулся к ветру под углом градусов в 45, я резко убрал газ и силой выбрал штурвал. Высота была уже не более 5 метров. Машина спарашютировала и, сделав с полдюжины огромных козлов, остановилась. Тот самый произвольный крен самолёта и помог благополучно приземлиться. Погасил сильное скольжение. Штурман и стрелок сразу покинули машину. Наперебой спрашивают, что случилось. Да управление отказало. Отвечаю совершенно убеждённо. Но управление оказалось в полной исправности. Лишь тросы немного вытянулись от чрезмерной нагрузки. Видать, крепенько я жал на штурвал. Решительно ничего не понимаю. Прибывший на место вынужденной посадки заводской лётчик тоже недоумённо пожимает плечами. Чтобы выяснить, в чём дело, решили временно превратить кабину штурмана в пилотскую и установить в ней второе управление самолётом. Там будет находиться обучаемый лётчик. Может быть, вдвоём быстрее найдём ответ на мучивший нас вопрос. Как только выдалась подходящая погода, пошли на аэродром. Заранее условились. Он взлетает, набирает тысячу метров высоты и передаёт управление мне. Чтобы я понял, когда взяться за штурвал, заводской лётчик должен был слегка покачать машину. По такому же сигналу он затем вновь возьмёт управление на себя. На заданной высоте самолёт качнулся с крыла на крыло. Берусь за управление, хочу развернуться влево. Машина по-прежнему летит прямо. Раскачиваю элеронами. Пилотируй, мол, сам, дорогой коллега, своего воздушного осла. Но напарник почему-то не понял меня. Никакой связи у нас нет. Самолёт продолжает лететь прямо. Что же предпринять? Придумал. Вынул ручку управления из гнезда, просунул её в отверстие, предназначенное для пулемётного ствола, и стал размахивать, дескать, давай, делай, браток, что хочешь. Коллега понял. Взял управление. Я стал внимательно следить за рулями. И тут, к великому удивлению, увидел, что их движения совершенно противоположны, чем на обычных самолётах. Но, знаете ли, такие сюрпризы могут обойтись очень дорого. Мы отказались принять самолёт. Узнав об этом, бедный заводской пилот тяжело вздохнул. Я хорошо понимал его настроение. Остачертело ему это летающее крыло, этот самолёт, наоборот. Но зря он переживал. Вскоре, по указанию начальника НИИ ВВС, ВС-2 раскрасили под крокодила и показали москвичам на воздушном параде. Правда, на этом его биография и закончилась. Продолжая развивать свои идеи, Борис Иванович Черановский построил новую бесхвостую машину – «Бич-14». Её прозвали «Полблина». Самолёт представлял половинку круга. Пилотская кабина на пять человек была смонтирована в центре крыла, не выходя за его очертания. Горгрот кабины, утолщённый спереди, постепенно переходил в киль, на котором размещался руль поворота. Задняя кромка крыла имела ближе к центру рули высоты, а на консолях – элероны. На передней кромке крыла находились два мотора М-11 по обе стороны кабины. Шасси не убирались. Конструкция самолёта была выполнена преимущественно из дерева. Облёт «Бич-14» сделал лётчик-испытатель завода-изготовителя Пиантковский. И неудачно. Из-за неправильной центровки и несовершенного управления самолёт потерпел аварию. Конструктор, как нередко бывало в других подобных случаях, не признал за машиной каких-либо недостатков и во всём обвинил лётчика. Пиантковский в знак протеста отказался летать на Черановском полблине. НИИ ВВС, заинтересованный в продолжении экспериментов с бесхвостными самолётами, отремонтировал «Бич-14» на своём опытном заводе. В принципе, верный девиз – всё, что не является несущей или тянущей поверхностью, суть вредной бредатки аппарата, становился чем-то вроде моды. И вот мне снова довелось стать испытателем бесхвостого самолёта, на этот раз конструкции Черановского. Наученный горьким опытом с Калининским самолётом наоборот, зная о неудачном полёте Пиантковского, я не спешил подняться в воздух. Рулил на разных скоростях по аэродрому, выполнял разбеги и подскоки, тщательно изучая поведение машины на земле. Конструктор не мог не считаться с авторитетом института, безропотно устранял все замеченные недостатки. Словом, всё шло обычным порядком. Но настала пора проверить «Бич-14» в воздухе. Как и все бесхвостые, он очень легко оторвался от взлётно-посадочной полосы и начал набор высоты. С нарастанием скорости самолёт стал оттянуть вниз. Энергично выбираю штурвал на себя. Нагрузка становится неимоверной. Хотя никакого прибора для её измерения нет, чувствую, она достигла килограммов пятидесяти. Прекращать взлёт поздно. Полоса осталась позади, впереди сосновый лесок. Сильный рывок штурвала, и машина перескочила через этот лесок. Нестерпимо палит солнце. Потные ладони соскальзывают со штурвала. Самолёт неустойчив, словно помещён на остриё шило. В любой момент может произвольно занять какое угодно положение, даже перевернуться на спину. Нет никаких сил справиться с ним. Деревенеют мышцы. Вот выскользнет штурвал из потных, будто смазанных маслом рук, и бесхвостый урод мгновенно нырнёт в пикирование. А из пики его ни за что не вырвешь. Напрягаюсь до невероятности. Штурвал становится всё тяжелее и тяжелее. В отчаянии обхватываю его обеими руками, как когда-то, будучи грузчиком, брал в охапку грузные мешки. Сцепляю пальцы. Ну, вроде легче. Постепенно, с маленьким креном, делаю разворот, чтобы описать положенный круг и зайти на посадку против ветра. Вместо круга по границам аэродрома самолёт вычерчивает громаднейшие кружище, километров пятьдесят длиной. Всё-таки улавливаю встречный ветер. Он дует почти в створ взлётной полосы. Сбрасываю обороты двигателей до скорости планирования. Скорость уменьшается, и бесхвостка тут же приобретает прекрасную управляемость. Ну что же она только для взлётов и посадок и сделана? Кипячусь на разборе и требую от конструктора. «Установите триммеры на руль глубины, иначе летать нельзя. Нагрузки в полёте чрезмерны. Не самолёт, а жеребец выпасной». Инженеры согласились на эти доработки. Машину понемножку взнуздывали. Испытания наслаивались одно на другое. Но требуемой устойчивости в полёте добиться никак не удавалось. В конце концов, я решительно заявил своему начальнику. «Зря возимся. Толку не будет». Безропотность конструктора как рукой сняла. Заспорил невероятно. И в заключение прибег к излюбленному приёму самореабилитации. Виноват Стефановский. Он консерватор. Боится нового. «На старье куда спокойнее летать». Под спокойнее явно подразумевалось безопаснее. Взорвался и я. Николай Николаевич Бажанов, чтобы прекратить дискуссию, распорядился устроить лётный консилиум. И Михаилу Нюхтикову, первому институтскому укротителю летающих крыльев, он поручил беспристрастно проверить мои претензии к БИЧ-14. Специалисты остались довольны таким решением. Как-никак, Петров когда-то летал на их одномоторной параболе и всячески расхваливал её. Однако Иван Фёдорович был прежде всего лётчиком. Облетав самолёт, он безоговорочно встал на мою сторону. Так же поступил и Михаил Александрович. Испытания БИЧ-14 прекратились. Друзья, спасибо вам большое за прослушивание. На этом наш мини-цикл с воспоминаниями Стефановского заканчивается. Ну а я напоминаю, что на БУСТе есть дополнительный материал в виде его воспоминаний об участии в проекте «Звено». Это такой гигантский воздушный авианосец. Также буквально сегодня на БУСТе вышли воспоминания американского лётчика, попавшего во вьетнамский плен, где он находился более пяти с половиной лет. Он рассказал о том, как они поддерживали друг друга, о необычном вьетнамце с кликухой Пру Тапут, который доставлял нереальную боль, но при этом не убивал лётчиков, а также про секретный шифр, с помощью которого пленные общались между собой. В общем, очень интересно. Всё это доступно по подписке 350 рублей в месяц на БУСТе, ну там вы найдёте ещё много других классных эксклюзивов. Ссылки в закрепе.